Итак, ребят, следующий бой, второй по значимости событие, которое нам здесь предстоит увидеть, Карла Эспарза, здесь у нас будет встречаться с Алексой Грасса, по большому счету здесь у нас противостояние стилей такое классическое, Карла Эспарза, 14-6, весьма опытная, бывшая чемпионка организации UFC, очень хорошо себя в ТАФе проявила, но затем потеряла свой титул, она, кстати, чемпионила очень и очень короткое время, и, по большому счету, чередовала за темы победы и поражения. С 2018 года у нее, ну так, не очень хорошо дела, скажем, идут, она провела три боя, выиграла только один, Клаудио Гадели проиграла с плитом, Татьяне Суарес проиграла досрочно в третьем, в крайнем бою встречалась с бывшей чемпионкой Инвикты, не битой на тот момент джитсерши Вирни Жердероби и выиграла этот бой диногласным решением судей. Что касается Алексы Грасса, ей сейчас 26 лет, 11-2 рекорд, она также раньше в Инвикте выступала, ну и точно так же, мы смотрим на ее рекорд в UFC, она здесь чередует победы и поражения. Хизер Кларк выиграла решением, далее поражение от Филис Херик решением, очень близкий бой с Рандой Маркос, где у Маркоса были очень хорошие успехи в борьбе, но тем не менее Грасса выиграла его. Затем поражение от Татьяны Суарес досрочно в первом же раунде, в крайнем же бою она встречалась с Каролиной Ковалькевичем, но опять же, здесь объективно добудем Каролина Ковалькевичем, просто сейчас очень от нее мало что осталось, от нее прежней. Выиграл этот бой Алексы Грасса весьма уверенно и диногласным решением судей. Здесь коэффициенты тоже весьма близкие. Алексы Грасса 1.8, небольшой совсем фаворит, бывшая чемпионка Esparza 2.05. Андрюк, к чьей победе склоняешься? Здесь опять же такая битва геймпланов, типичная ударница и типичная представительница борьбы будут пытаться навязать свою игру все три раунда. Я думаю, что Алекса Грасса является сейчас уже бойцом достаточно собранным и укомплектованным, нежели когда она дебютировала, но при всем при этом я не вижу предпосылок никаких для того, чтобы ее тейкдаун диффенс настолько сильно улучшился, чтобы она избежала абсолютно всех попыток Esparza перевести ее в партер. Да, она будет однозначно лучше в стойке, это ее стихия, здесь она и будет и выше, и руки у нее длиннее, и сама по себе техника у нее лучше, поэтому здесь вообще никаких вопросов нет. Но Esparza всегда отличалась тем, что она не любила особо застаиваться в стойке, хотя у нее самой бокс неплохой, но к сожалению очень маленький рост и для этого ей нужно всегда ввязываться в рубку, чтобы быть эффективной. Но она постоянно старается работать на перевод в партер, у нее постоянные попытки перевести бой на землю, у нее очень много тейкдаунов, я думаю, что от всех этих попыток у Грасса защититься возможности не будет, потому что у Esparza вполне нормальное кардио и вполне большое желание для того, чтобы переводить своих соперниц. Здесь я думаю, она будет более успешна и скорее всего близким решением выиграет этот бой. Ну, что сказать, много здесь опять же добавлять не буду, тоже склоняюсь к победе бывшей чемпионки. Олега Сыграса, кстати, ну реально у нее очень было хорошее крайнее выступление, реально очень хорошее мне понравилось, но тем не менее, по большому счету в UFC ее, большинство соперниц ее переводили, и я полагаю, что Esparza здесь исключением не будет, и особенно учитывая коэффициенты, что она идет андердогом, мне все-таки здесь более интересно смотрится ее победа. Перейдем к главному бою, который нас здесь ожидает, и опять же бой достаточно интересный. Я и Родригес, местная, да, мексиканская звезда, будет встречаться с Джереми Стивенсом. Родригес, ну, безусловно, боец очень интересный, очень нестандартный, реально опасный. 11-2 рекорд, молодой, 26 лет, и, собственно, у него был прекрасный стрик в UFC, да, я напомню, что он также через ТАФ попал, как и многие бойцы в этом карде. И, ну, просто красивый стрик, выдал из шести побед подряд, но затем все-таки этот стрик оборвался, и оборвал его Фрэнки Эдгар, просто уничтожив, по большому счету, Родригеса. Там была остановка Доктора между вторым и третьим раундом. В крайнем бою я и встречался с корейским зомби, и, ну, как бы, местами этот бой был близким, но мы, как бы, прекрасно помним, что корейский зомби этот бой выигрывал по очкам. Но в конце я и Родригес в очередной раз подтвердил свою вот такую неординарность, выбросил локоть, выиграл за секунду до конца боя нокаутом. Ну, что касается Джереми Стивенса, боец очень опытный, просто огромное количество боев за плечами, 28-16 его рекорд. При том, что он такой не особо и возрастной пока, 33 года ему сейчас. И, ну, собственно, если посмотреть на его карьеру, да, то вот за последние, последние пять боев у него следующим образом выглядят. Были три победы подряд, Гилберта Милендеса он выиграл решением, затем очень два хороших боя, Духучо нокаутировал во втором, Джоша Эммита нокаутировал во втором, но сейчас, к сожалению, стриг из двух поражений подряд у него. Жозе Альдо нокаутировал его сам в первом раунде, очень красиво и точно попав по печени. В крайнем же бою он встречался с забитым Магомед Шариповым и, ну, по моему мнению, он себя очень хорошо здесь проявил против забита, реально очень хорошо, объективно. Собственно, сейчас мы смотрим на коэффициенты и видим, что они очень близкие. В большинстве контор равные, но в целом на Стивенса немножко кэф падает и он уже становится небольшим фаворитом. 1,87, местный боец, мексиканец, 1,95, Андрюх, за кого-то здесь. Крайне интересное противостояние, одно из немногих на этом турнире, которое действительно заслуживает внимания. Честно сказать, я вот видел эти фотографии, что Сиди мне скидывал с новой формой айера, то, что он там подсох существенно, как-то помышечнее стал. И есть предположение, да, что немножко вот этот вот скачок по форме случился из-за того, что он поехал в Мексику и там случайно наткнулся на мясо с туриноболом, как обычно это делают многие мексиканцы и потом на это съезжают. Да, но в конце концов это не все, на что стоит опираться, когда мы говорим про единоборство. И Стивенс здесь, как мне кажется, по стилистике выглядит более предпочтительным. Почему? Во-первых, потому что у Яира тоже ударная техника такая достаточно открытая, он более разнообразен, но он не такой контрпанчер, как Забитый. И он не такой высокий, как Забитый. Он будет достаточно легкой мишенью для Стивенса, потому что он сам любит активно обмениваться ударами, наносить удары с разных позиций, вот как тот же локоть в бою с зомби, как вот этот удар ногой там в прыжке с Андре Филе. Он очень много открывается и все вот эти вот удары, это всегда попытка, хорошая возможность для того, чтобы соперник тебя контратаковал. И Стивенс в этом плане, который постоянно идет вперед, он наносит огромное количество ударов и каждый из этих ударов несет в себе огромную мощь. Он будет попадать в этом поединке, я ожидаю. И в рубке, в чистом обмене ударов, я думаю, что у него будет однозначное преимущество. Поэтому, скорее всего, здесь я отдам предпочтение ему и добавлю то, что проблемы с кардио у него никогда не замечались и 5-раундовые поединки он всегда проходил очень легко. Я думаю, по ходу боя Еир начнет достаточно уверенно, но потихоньку, далее-далее его преимущество будет падать и Стивенс ближе к концу боя нокаутирует его. Ну, в целом, да, еще стоит заметить, что помимо того, что у Стивенса особо с кардио проблемы не наблюдались, мы знаем, что он очень рано приехал в Мексику для подготовки к этому бою. И, скорее всего, я полагаю, что это тоже здесь. Да, и, кстати, тренировался с Тони Фергюсоном, который также является очень разнообразным бойцом, как я, Еир. И это был очень хороший и разумный ход для того, чтобы готовиться к такому парню, как Еир Родригес. Да, да, ну, в любом случае, как, наверное, слушатели наши догадались, я, конечно же, здесь тоже к Стивенсу склоняюсь, несмотря на то, да, что Еир дерется дома, что это местный боец, что это, ну, такое, скажем, мнение, некоторого рода звезда мексиканская, ну, в зачатке, может быть, еще. Но, в любом случае, я все-таки полагаю, что у Стивенса здесь шансов побольше. Он с течением боя, если там никакого раннего нокаута не случится, я думаю, что его шансы на победу будут только возрастать. И коэффициенты близкие. Таким образом, победа Стивенса, ну, мне здесь более интересно выглядит для меня. Вот, ну, а на сегодня, на сегодня у нас все. Да, ребят, все по традиции, бейте в колокол, подписывайтесь на каналчик, делайте красную кнопочку. Серой кнопочкой оставайтесь с нами, пишите комментарии, пишите свое мнение, на кого бы вы поставили. И до скорых встреч, будем работать над качеством, чтобы вот эти вот сраные, блядь, шипящие звуки вас не донимали. Но стараемся для вас все записывать.